Я отвергаю все предъявленные обвинения. Все, что я делал, было ради нашей Родины и партии. Считаю мое увольнение ошибочным и прошу это решение пересмотреть. Такое письмо на имя наркома внутренних дел Берии написал уволенный со службы 29-летний разведчик Александр Коротков. Друзья считали, тем самым он вынес себе смертный приговор. Но Берия смелость молодого человека оценил и восстановил должности. Его путь в разведку начинался с лифтера. Он пришел работать электриком, лифтером. Присмотрелись. Он прекрасный спортсмен. Здорово играл в большой теннис. Ему предложили, а ты не хочешь, молодой человек, попробуй себя в разведке. Ну, молодой парень засмущался. А потом говорит, а почему бы и нет? Если я нужен буду стране, я согласен. КОНЕЦ Коротков отличался тем, что принимал неожиданные решения в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. И это его спасало. В начале 40-х Короткова отправляют в Германию под прикрытием, как секретаря нашей дипломатической миссии. Ему удается восстановить агентурную сеть. 22 июня 1941 года. Советское посольство в Берлине оцеплено эсэсовцами. Через несколько часов всех дипломатов вышлют за пределы Рейха, и прямые контакты с информаторами будут невозможны. Коротков понимает, он должен срочно передать агентам рации, инструкции, деньги. Иначе люди, которых он привлек к сотрудничеству, останутся без связи с центром, а вся опаснейшая работа с антифашистским подпольем пойдет впустую. Надо немедленно выбраться в город. Но как это сделать? Посмотри, целых два чемодана подарков для любимой. Жалуется Коротков знакомому офицеру эсэс из охраны посольства. А теперь даже проститься с ней не могу. Сентиментальный немец соглашается отвезти его на последнее свидание. Риск огромный. Если офицер заподозрит неладное или машину остановят для досмотра, жизнь разведчика закончится в подвалах гестапо. Все проходит успешно. Помогают точный расчет и выдержка. Москва долго будет получать ценнейшую информацию от агентов, которых завербовал Коротков. Работа нелегала, разведчика нелегала – это каждый день подвергать себя риску. И столько на счету Александра Михайловича Короткова оперативных мероприятий, секретнейших операций, которые были действительно на грани риска. 9 мая 1945 года Короткова поручают подготовить фельдмаршала Кейтеля к процедуре подписания акта о капитуляции. Все происходящее будут фиксировать фотокорреспонденты. Кейтеле нужно объяснить, что и в какой момент он должен делать. Задание требует высокого дипломатического мастерства. Представителю разгромленного вермахта нечего терять. Он может нарушить все договоренности. Коротков не отходит от фельдмаршала, пока тот не поставит подпись под документом. Именно поэтому на снимке, который напечатали крупнейшие газеты всего мира, за спиной Кейтеля стоит советский полковник. Редчайший случай в истории спецслужб, когда фотографию секретного сотрудника видят миллионы людей. Александра Короткова называли королем нелегалов. И не только потому, что он создавал подпольные агентурные сети в разных странах. Главное, он никогда не бросал своих людей в беде. В конце 50-х годов, когда Коротков работал в Восточной Германии, американцы задержали четверых сотрудников советской разведки на территории западного Берлина. Разведчик понимает, докладывать в Москву нет времени. Штаты используют эту ситуацию, чтобы раздуть международный скандал. Он звонит министру госбезопасности ГДР и просит арестовать четверых американских агентов для обмена на наших. Немецкие товарищи, из уважения к Короткову, задержали всех шпионов, что были у них в разработке. Спустя несколько часов за решеткой сидели 42 сотрудника разведки США. А через час прошел обмен всех на всех. В 1961 году Александр Коротков был вызван в Москву для доклада перед высшим партийным руководством. Все прошло успешно. На следующий день разведчик играл в теннис, любимый вид спорта еще с юности. Во время игры у него случился сердечный приступ. Александру Михайловичу Короткову был всего 51 год. Я не имею права рассказывать много о подвигах Короткова. Но вот скажу, что Хайнс Фельфи, это высокопоставленный сотрудник внешней разведки ФРГ, был нашим источником, ценнейшим источником. И заслуга Александра Михайловича в том, что он привлек Хайнса Фельфи к работе на нашу разведку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА